Итак, напомню, всего участия в голосовании приняли чуть более 12 тысяч жителей региона. Таким образом, общая явка по Ненецкому округу составила почти 36%. Избирательные участки накануне работали с утра и до позднего вечера, затем подсчет результатов. О том, как в субъекте прошел единый день голосования, расскажем в следующем материале. Ровно в 8 утра избирательные участки, а их в Ненецком округе 51, открылись для голосования. Правда, первые несколько часов жители идут неактивно. С самого утра за порядком и прозрачностью процедуры следят не только члены комиссии, но и общественные наблюдатели. По словам уполномоченной по правам человека в регионе Ларисы Свиридовой, еще одна задача выборного процесса – обеспечить доступность голосования для инвалидов. И, как заявила омбудсмен, организаторы требования выполнили. С помощью программы «Доступная среда» были закуплены специальные пандусы. Если невозможно вмонтировать или, допустим, дооборудовать лестничные маршруты по школам. Поэтому пандусы были приобретены, они легко устанавливаются. Есть специальные рабочие, которые закреплены для того, чтобы в случае, если у нас инвалид придет на избирательный участок, и хочет подняться и самостоятельно посетить помещение избирательного участка. Один из самых многочисленных городских пунктов голосования расположен в первой школе. С каждым часом избирателей на участке становится все больше. Выборы проходят спокойно, достаточно. День много приходит. Все организовано, хорошо. Сотрудники полиции, МЧС присутствуют. И все нормально. Жители Ненинского округа выбирают депутатов регионального парламента и Архангельского областного собрания. Кроме того, в Заполярье голосуют и на местном уровне в ряде муниципальных образований. Для многих прийти на участок и принять участие в избирательном процессе – гражданский долг, который они с гордостью исполняют. На выборы мы обязаны ходить все, чтобы потом не кивать, что что-то не так. Как выберем, так и будет. Ну и в первую очередь я всегда надеюсь, что везде и всегда выборы будут проходить справедливо. Что везде будет справедливость во главе всех выборов стоять. Многие избиратели признаются, а дать свой голос им было легко. Еще во время предвыборной кампании удалось собрать достаточной информации по той или иной кандидатуре. В принципе, сейчас многие депутаты ходили, выступали везде. Очень много было листовок, рекламок. Некоторых кандидатов я знаю лично. Поэтому, естественно, определиться с тем, за кого бы я хотела проголосовать, тоже было несложно. Любые выборы – это всегда перемены. И от новой власти жители Ненинского округа ждут изменений только к лучшему. Надеюсь, поменьше будет коррупции. Ну, а в основном вопросов нет. Все нормально. Вот это самое главное, что у нас сейчас болезнь основная. Я так думаю. Все-таки хочется, чтобы поддержали пенсионеров, потому что я пенсионерка. И все-таки, чтобы молодежи дальше расти, я бы хотела, конечно, видеть молодых избирателей. Видеть, и чтобы они действительно, наши дети, за нас боролись. А это уже избирательный участок в поселке Искателей. Среди пришедших много молодежи. Например, Анастасия Цевко, которая голосует впервые. «Немного нервничала, но все хорошо. Справилась. Как же это? Чего нужно голосовать? Ну, чтобы выбрать правильного человека, который будет честен с людьми. Ну, и вообще работать хорошо». На искательских участках избирателям выдают аж шесть бюллетеней. Ведь здесь голосуют не только за кандидатов депутата окружного собрания. А еще и выбирают главу и парламентариев, а также тех, кто будет представлять Ненинский округ в Архангельском Заксобрании. По состоянию на три часа дня явка на 38-м участке довольно неплохая. Проголосовало уже более 200 человек. Кстати, одно из нововведений этих выборов – избирательные участки работали до 10 вечера, а не до 8, как это было ранее. «Для нас тоже была сюрпризом, дополнительная нагрузка. Но я надеюсь, это, с одной стороны, это плюс большой, потому что бывают случаи, когда приходят избиратели и практически под носом дверь закрывается, и ты не можешь ничего сделать, потому что есть строгий регламент, который ты должен соблюдать, как член участковой комиссии. Ну, у нас участковая избирательная комиссия достаточно уже опытная, поэтому мы надеемся, что мы справимся и выполним поставленную задачу». Как только двери Уиков закрылись, начался самый ответственный и кропотливый этап – подсчет бюллетеней. Учитывается не только выбор тех, кто исполнил свой гражданский долг 9 сентября, но и результаты досрочного голосования. Жители оленеводческих стойбищ и отдаленных поселений Заполярья традиционно сделали свой выбор заранее. Всего в процедуре приняли участие 297 человек.